Ребят, всем привет от меня, от Сереги из Волгограда. Хотел сказать, продолжается неделя фастфуда, закончилась наконец-то неделя фастфуда. Я продолжаю есть целый день, и сегодня у меня на пути был Ашан. За Ашан вы проголосовали, больше 53% всех голосов было отдано за этот магазин. Сегодня целый день я буду питаться продуктами торговой марки, каждый день кажется там. Просто Ашан в Волгограде, кажется, их всего два, и от места, где я живу, это не так близко, поэтому не часто здесь закупаюсь, но все по вашим заявкам. Сегодня будет что-то вкусненькое. Ребят, кстати, спасибо вам огромное за все ваши комментарии, за все ваши дельные советы, рецепты и все прочее, что вы пишете вот там, а также за ваши нравушки. Это реально круто и мотивирует на то, чтобы снимать еще следующее видео. Только недавно нас было всего 100 тысяч, и уже сейчас прошло несколько дней, и нас уже 115 тысяч. Это круто. Ребят, вам от меня большущий жирный лайк. Не знаю, куда поставить этот лайк, в общем, пишите комментарии, а я буду под ними лайки ставить. Пора идти за покупками, сегодня уже вечер, я сейчас закуплюсь, а завтра с утра буду целый день питаться. Торговой маркой, каждый день ем, забывай. И, конечно же, со мной медведя. Вот он, в каждой серии, весь день ем он присутствует. Если вы смотрите какого-то блогера, который снимает весь день ем, и там нет этого медведя, это не настоящее видео, весь день ем. Последнее, нет, не последнее, еще много. Кашка овсяная с ароматом яблока 5 рублей, это на завтрак. Паста шоколадно-молочная, 52 рубля. Печенье сахарное, 9 рублей. Вот такой зеленый чай, 15 рублей. Когда я обозреваю магазины для видео целый день ем, самое главное правило, на завтрак ничего не готовить. А теперь я иду выбирать продукты на обед. Лазанья с мясом, 400 грамм, 63 рубля. Если я правильно понял, потому что здесь ценники все один на одном. Захвачу сразу один чабулек на ужин, 12 рублей. Вот такой вот почти сникерс маленький. Это, они разные, кстати, это без арахиса, это с арахисом. Я взял с арахисом. И вот такой суп за 6 рублей, аж слюнки текут. Не знаю, как вы привыкли, но я на обед обязательно должен поесть горячего супа. Поэтому я его и взял. Ну и, конечно же, по традиции я еще мороженое захвачу. Сколько стоит, я не знаю. Еще возьму маленький мазик последний за 19. Сухарики с чесноком за 6 рублей. И банку красной фасоли за 26. А если я буду голодный и захочется перекусить, взял паштет. За 17 рублей все. Взял еще маленькую булочку за 2 рубля. 2 рубля всего. Хотел еще пойти сока купить. Я думаю, что сок все-таки вкусный. Чай-то однозначно вкусным быть не может, дешевый чай. Но не хочется тратить лишних денег. Ладно, думаю, схожу, сейчас посмотрю. Если стоит меньше 9-10 рублей, то куплю. Если больше, то не куплю. 11. Персик 11. Ананас 12. Яблоко разобрали. Яблоко разобрали, был за 10. Ну, очевидно, что за 10, конечно же, я бы тоже купил. Мультифрукт нашел. Есть сок за 10. Отлично, возьму. Недорого. Того на всю эту закупку я потратил 268 рублей. Я думаю, должно хватить на день. Медведя я наполнил. Вот завтра весь день буду питаться продуктами каждый день. Но мороженое просто до дома не доживет. Поэтому протестирую его сейчас. Ну-ка. Морошка. Сколько же ты стоишь? Мороженое стоило 14 рублей ровно. Но это с учетом того, что есть 100 грамм. Мороженое, я бы сказал, что очень сильно крошится. Поэтому лучше его есть на улице. Вчера только машину почти. Оно не то, чтобы крошится. От него что-то отваливает. О, и воробьи. Сейчас сразу воробьи прилетели. Где бы я ни сел бы есть, то кошан, то воробей. Кто смотрел KFC, помните, там тоже воробей был. Вчера шаурма была, тоже кошан. На, ешь. И тебе дам. Это большой воробей, а вот это маленький. Он когда просит есть, он рот открывает. На, поешь. И вот не видит даже, неопытный еще, что я кидаю и кидаю. На, тебе кидаю. Вот. Ешь, ешь. Вон птенец почти. Вон, 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 видели? Тот тоже открыл рот, руками помахал, попросил еды. И ему сразу отдал еду. Мороженое мне не понравилось. Холодное, сладкое, но невкусное. Даже доедать не хочется. А вам хочется, да? Пафли-то я и сам съем. Ну что, жаркий день пойдет. За 14 рублей-то надо ехать домой, то чебурек совсем растает. Все, ребят, увидимся завтра. Сейчас будет уличная магия. Как говорил один умный человек по телевизору, сим-сарабим. И вот уже утро следующего дня. Давайте посмотрим, что будет в сегодняшнем моем рационе. Что только у меня здесь нет. Примерно вот это я сейчас съем на завтрак. Это примерно на обед, перекус и ужин вот здесь. И чай, конечно, зеленый взял. Потому что черный чай, сколько бы я ни брал. Ну и здесь тоже пыль присутствует. То есть такая же пыль, как и черный. Но зеленая пыль сегодня будет для разнообразия. Сегодня позавтракаем, кстати, очень вкусненько, я надеюсь. Потому что вот такая штука. 50 рублей. Это не так уж и дешево, в принципе. Если это арахисовая паста, то это, наверное, будет. Пытался прочитать здесь состав. Но это может только самый зрячий сделать. Шрифт здесь только на макросъемке можно прочитать состав. Состав сахарной пудры, масло растительное. То есть это масло растительное, смешанное с сахаром. Это я убираю все. Все, и будем затылить. Что было? Это что такое? Как же это намазывать-то на печеньку? Вот это новости. Ну ничего, бывает такое. Отстоялась паста. Это же масло с сахаром смешанное. Бывает. Мы рады предложить вам по низкой цене продукт хорошего качества. О том, что этот продукт нужно еще перемешать до состояния хорошего качества, ничего не скажет. На дне она прям жесткая. Главное, чтобы это вкусно было. Если это вкусно, неважно, как это выглядит. Не знаю, вот что они в кашку подмешивают, но пахнет она вкусно. Правда, очень вкусно. И хочется ее съесть. Может, я просто голодный. Поэтому начну я, наверное, все-таки с каши. Не, ну правда вкусно оказывается. Яблоко здесь присутствует, кстати. Я вам вот сейчас специально хотел показать, что именно кусочки яблока здесь присутствуют. Но это приятно. За 5 рублей готовый завтрак. Мне кажется, ну не буду пересчитывать в стоимость овсянки за килограмм, но прикольно. Отлично. Без молочка, без всего остального отлично заходит. Она сладкая, а все, что сладкое, очень хорошо кушается. Так, что я там про кашку говорил? Меня отвлекли, как обычно. Кашка, в общем, 5 рублей, немножко кипятка и завтрак готов. Отлично. Так, следующее, чай с печенками. Углеводы тоже в нашей жизнедеятельности очень важны, поэтому не надо там недооценивать печенки. Так что, просто не знаю, жара, смотрите. Ой, жуть какая. Надо это все разбавить. Я привык, что я кидаю 3 пакетика обычно такого чая. Ну, здесь прям что-то произошло, что-то интересное. Ой, жуть какая. Все-таки я еще раз убедился, что дешевый чай не может быть вкусным. Даже это если зеленый, но лучше покупайте зеленый, потому что черный это просто пыль. Здесь хотя бы что-то терпкий привкус, язык аж сводит, но вкуса нет. Вот реально солома, солома заварена. Как это происходит? Как у них это получается? Вот видите, какой он насыщенный, да? Что-то выходит из этой соломы, что-то выходит из пакетиков, но явно что-то нечистое. Как они это делают? Че ты там? Тут прям очень похоже на чайный лист. Транно. Не, ну вкуса чая нет, я вот удивляюсь. Ну как так? Здесь не пыль. Сейчас я вам покажу. Но вкуса чая все равно нет. Печенюшки. Это есть невозможно. Реально, это масло смешанное с сахаром коричневого цвета. Нет, это я с ним точно не смогу. Просто вкус масла. Не знаю, куда целую банку придеть. По печенью я вам скажу точно, дешево. Я эксперт по дешевому печенью, ребят. Ну печенюшки так себе, нормально, можно пожевать. Печенюшки на фоне вот этого чая, печенюшки просто очень вкусные. Вообще, ребят, я по печенькам эксперт. Я столько этого печенья пилил. Так что я вам с уверенностью могу сказать, вот эти печеньки намного вкуснее, чем те печеньки в большой упаковке. Но по стоимости 115 рублей за килограмм получается, это достаточно дорого. За такую цену можно купить очень даже вкусные печеньки. И не просто вкусные, они будут еще и красивые, они вот такие просто квадратные. Здесь, наверное, дело просто в индивидуальной упаковке. Здесь 5 маленьких печенюшечек, нормальные печеньки. Отлично подкрепился. Увидимся в обед. Время обедать, я голодный, как волк. На завтрак я не наелся. На обед я собрал практически все продукты, которые здесь у меня на перекус. Все, что на ужин оставил совсем чуть-чуть. Вот из этого вот сейчас я приготовлю обед. Здесь у меня гороховый суп, сухарики, фасоль, хлеб, паштет, сникерс. Очень интересно, какой он на вкус. Я его пробовал, конечно, уже, но вкус подзабылся. Лазанья тут есть, лазанья, конечно же, и майонез еще. Вот это все сейчас я съем. Здесь каких-то сюрпризов произойти не должно. Это все продукты, которые я уже примерно представляю, как должны выглядеть. Поэтому обед должен быть вкусным и сытным. Каждый раз, когда я эту майку одеваю, мне говорят, что я пародирую дневник еврея. У Сан Саныча это образ. А у меня это просто майка из фикс-прайса. Дешевая майка из фикс-прайса и очень удобная. Хорошо, что я еще выбросил майку Тинькофф. Меня два года говорили, что я рекламирую Тинькофф. Это была самая удобная моя майка, но она износилась и я выбросил ее. Так, ну что ж. Самое интересное, наверное, самое долгое в приготовлении это... О, как интересно. Это для горизонтальной выкладки, а вот так вот для вертикальной выкладки. Полочное пространство это вам не хухры-мухры, это целое отдельное искусство. Называется полочный категориальный менеджмент. Между прочим, этому учится долго, часа два. Ладно, не буду читать, состав это скучно. Ну что ж, сегодня опять ничего готовить не придется, только разрезаем упаковку. Когда же мы уже с вами готовить-то начнем? Так, давайте голосовалочку на следующее видео. Вот здесь вот. Одно из них будет связано с готовым. А все остальное, как обычно. Весь день ем и обжорчики и все прочее. У нас полный интерактив, как вы помните, поэтому что будет в следующих сериях видео, решать только вам. Ну и продюсеру, конечно, которого у меня нет, как реклама. Такого я не ожидал. Упаковка герметично закрытая, то есть запаяна со всех сторон. Это не просто в коробке лежит, а в специальной таре для разогревания. То есть нужно ознакомиться с инструкцией, как это и на сколько, куда засовывается. Я хотел пойти по самому сложному пути, но думаю, вам будет интереснее, если я просто в микроволновку закину вот эту штуку. Микроволновка-то есть у всех, поэтому мы в СВЧ на 5-7 минут, 900 ватт. У меня, кстати, микроволновка только в максимальном режиме работает, после того, как я ее починил. Поэтому выглядит сама лазанья вот так, в замороженном виде. Похоже, что это какой-то фарш. Наверное, это похоже на сыр. Гороховый суп из пакета готовится очень легко. Высыпаем все примерно на литр. Даже я добавлю немного красной фасоли для нажористости. Осталось только помешать и ждем 15 минут. У меня же еще есть булка. Булка, кстати, не маленькая, такая прям нормальная булка. Булку я разрежу на 3 части. Так, отлично. Чтобы это было интереснее и вкуснее, я сделаю тост. Гриль уже разогрелся. Я сюда положу буквально на минутку. Очень вкусно пахнет. Хрустящий хлебушек, это очень вкусно. И прям чуть-чуть майонезика, прям чуть-чуть. Я думаю, все знают, как выглядит внутри сникерс. А вот что внутри этого батончика, мы сейчас посмотрим. Этот батончик очень похож на сникерс. Также глазурь, нуга, карамель и достаточно много арахиса. Вот как раз и подоспела моя лазанья. Ну, выглядит это, правда, красиво. Слоями все уложено. Вот вы можете посмотреть. И фарш прям как настоящий. Я удивлен. Если это, правда, 60 рублей стоит, сейчас надо посмотреть. Да, лазанья 400 грамм, 63 рубля. Это выглядит, по крайней мере, намного лучше, чем та пицца, которая стоила 60 рублей из пятерочки. Ребят, вот такой вот у меня получается обед. Суп гороховый с красной фасолью. И я сейчас сюда еще вот так вот добавлю сухариков. Половинку, половинку оставил. На второе лазанья, на десерт сникерс и сок. И вот такие вот тосты. И мне кажется, это все очень даже сытно и вкусно сейчас получится. Нормально. Суп хороший, мне нравится. С сухариками ржаными очень вкусно получается. И даже с тостом можно еще. Вот как раз этому супу и не хватало сухариков. Потому что сухарики у них ядерные вкусные. Он был не какущий, этот суп. Он был, ну, гороховый, может, но он был невкусный. А с фасолью и с сухариками самое то получается. Сухарики размокают, поэтому я сейчас быстренько их доем. Суп я съел, попробую лазанью. Она как раз чуть подостыла. Я, на самом деле, когда вот это вот, покупал эту коробочку, я думал, что придется похейтить, поругать. Но здесь и пахнет вкусно, и на вид симпатично, но и по цене приемлемо. Да, вкусно. Ребят, вкусно. На самом деле вкусно. Фарша здесь много. Чувствуется и говяжий фарш. Это тесто здесь сыра мало сверху, но ничего. Даже вот где сыра нет, все равно вкусно. Я вообще в шоке. Прям фарша много. Смотрите, какие ровные слои. Отлично. И порция такая прям немаленькая, 400 грамм. Поставил в микроволновку, 10 минут и готово. И еще плюс готовая тарелочка. Ашан, ты меня удивляешь. Попробую сникерс. Тосты с паштетом я уже оценил. Нормально, нормально. Остался только сок и сникерс. Ой, на юпи похоже. Но однозначно лучше того зеленого чая, что я утром пил. Сникерс интересный, я уже как-то, конечно, пробовал его. Ну, давно. Да, орехов мало. Если бы сюда побольше орехов, то это было бы прям как настоящий сникерс. И несмотря на то, что у меня тут в квартире жара, сейчас стоит лето, оболочка не тает никак. Шоколад бы давно уже такой мягкий стал. А это вот как кирпичик остался. Ребят, я правда объелся. Обед получился очень сытный и разнообразный. Было и первое, и второе. Вот такие вот тосты и сладкое. Сок. Было очень много всего на столе. Так, ну что ж, обед закончился. Обед, мне кажется, очень прилично получился. Суп вряд ли такой, конечно, буду еще делать. Вот с мясом это все интереснее выглядит. Ну, постный суп многим нравится. Горячий, кстати, полезный для желудка. Горячий, жидкий, первое надо обязательно есть. Но второе меня удивило. Очень меня удивило. Это вкусно и интересно выглядит. И по цене, в принципе, недорого. Готовое блюдо. 60 рублей. И такая прям большая порция. Здесь ничего зажаренного, пережаренного нет. Если это еще вытащить из вот этой пластиковой тары и положить на тарелочку, украсить чуть зеленью, то это будет выглядеть вообще классно. Я повторюсь, но это не вот та страшная пицца, где кусочки чего-то лежат. И здесь прям в меру, не просто в меру, здесь много всего. Очень удобно. В общем, для... Блин, ну я вообще, я в шоке, ребят. Ну смотри, вкусно, главное, самое главное, вкус. Так, про все остальное я уже сказал. В общем, увидимся вечером. На ужин будет чебурек и что-то там еще, мне кажется. День заканчивается, осталось только поужинать. На ужин будет у меня чебурек. На него у меня большие надежды. Последний тост, который я не доел днем. Чай зеленый, конечно же. Еще у меня остались сухарики, фасоль и майонез. Из этого сделаю салат. Ну а пока отправляю чебурек в микроволновку. Две минуты и будет готово. Это чтобы не взорвался. Оставшиеся сухарики, оставшаяся фасоль и мазика. Только сейчас заметил, что у меня неделя фастфуда до сих пор еще висит на стене. Итого, на ужин у меня будет зеленый чай, салат студенческий, сухарики, фасоль и майонез, чебурек и, может быть, даже я съем тост. Для начала я разрежу чебурек и покажу вам, из чего он состоит. Я напомню, чебурек стоит 12 рублей. Поэтому за такую стоимость можно ожидать чего угодно. А еще мне посоветовали, что чебурек нужно есть с майонезом. Я раньше так не пробовал. Чебурек без майонеза это деньги на ветер. Ну, вкусно. Такой немаленький чебурек за 12 рублей сделал сегодняшний мой ужин. Потому что это реально вкусно. Мне понравилось. Суховато, конечно, но вкусно. Отлично. Хотел зачитать состав, но состав читать здесь придется, наверное, минут 5 или даже 10. Потому что здесь очень-очень это самый длинный состав, который я видел за всю историю своих обжоров. Попробую салат студенческий. Я его называю салат студенческий. Сюда можно еще куриную грудь. Да что угодно сюда можно добавлять. Я уже неоднократно готовил его из продуктов других марок. Вот такая вот вкуснятина получается. Он всегда получается очень вкусным, насыщенный вкус. Конечно, такой салат вы вряд ли будете готовить на какой-нибудь La Romantic ужин, чтобы подругу угостить. Хотя тоже самое вряд ли вы будете угощать свою подругу чебуреком за 12 рублей. Этот салат не просто скрасит ваше одиночество. Но и избавит вас от чувства голода. Калорийность такого салата просто зашкаливает. Нет, с чаем точно что-то не то. Целый день пил вот этот чай. Я уже привык к нему. Сейчас решил попробовать разницу. И разница на самом деле огромная просто между этими чаями. Вот между этим. И вот не буду рекламировать этот чай Imperial. Больше похоже на заваленную ромашку даже, чем на чай. Да, вот если бы я попробовал вот этот вот, я бы подумал, что это лист ромашки на заваленную. Может я лист ромашки завалил? Я бы там даже засомневался. Нет, написано зеленый чай. Но такие же пакетики цветков ромашки в аптеке стоят в 3 раза дороже, чем этот чай. Так что теория несостоятельна оказалась. Я доел чебулек. Съел этот черствый чебулек, пока я разговаривал за чай. Он зачерствел еще больше. Но он был вкусный и мне понравился. Итак, давайте расставим оценки. Чебулек за 12 рублей. Именно за это ему пятерка. Чай. Нет. Майонез. Пойдет. Сухарики. Отличный. Чай зеленый. Нет. Фасоль красная. На четверочку. Сникерс. Пойдет. Печенька в вакуумной упаковке. На троечку. Каша овсяная. Пятерка. Гороховый суп. Двойка. Просто потому, что его нужно чем-то еще развеселить. Без каких-либо добавок его есть невозможно. Лазанья. Пятерка. Паштет. Зачет. Вот такой. Юпи. Тройка. Так. Вчера у меня еще было мороженое. Мороженое ну любить. А вот эта вот штука. Это. Я даже не знаю. Как-то это жутко хрючево. Называется шоколадно-молочная паста. Но правильнее было бы назвать ее растительно-сахарная паста. Потому, что здесь растительное масло, смешанное с сахарной пудрой. И уже все остальное там по минимуму. Ну и на запах. Это тоже как растительное масло. И это, наверное, покупается очень редко. И исключительно сладкоежками. Потому, что я не представляю, как это можно есть. Почему она называется шоколадно-молочная. Если там сыворотка молочная сухая есть. Молоко сухое есть. Какого-порошок есть. Но все равно на первом месте сахар. Потом идет растительное масло. Потом только сыворотка молочная. Вместо вот этой штуки можно было взять, например, 4 чебурека. Или 4 сникерса. Два вот таких салата. Итого. Продукты Ашан. Торговые марки каждый день. В моем личном рейтинге весь день ем. Занимают вот такое вот место. Сейчас надо подумать, какое. Вот такое вот место я отдал продукции каждый день. Почему? Потому, что что-то было очень невкусно. Что-то было интересным. И что-то можно есть каждый день. О, каждый день, кстати. Большой плюс этой торговой сети. Потому, что у них есть все. У них есть аналоги под любой продукт. Я сказал аналоги. Но правильно было бы сказать, что у них есть продукты. Собственные торговые марки. В любом отделе. Ну, например, в пятерочке нет своего сникерса. У нас магнит практически по городу. На каждой остановке. Но там нет такого ассортимента. Кто знает, какая собственная торговая марка у магнита, кстати. Ну, что ж, ребят. Вам хорошего настроения. Увидимся в новых видео. Надеюсь, вам такой формат понравился. Все ваши комментарии, как обычно, там. Нравушка тоже здесь. Вам хорошего настроения. Берегите себя и своих близких. Увидимся в новых видео. Пока. Кстати, отдельное спасибо. И жирный, жирный лайк от меня будет тому, кто придумает применение вот этой банки растительно-сахарной смеси. Просто выкидывать жалко. Здесь растительное масло, сахар, какао и молочные какие-то сыворотки. Молочная сухая. То есть, можно использовать в приготовлении какого-либо блюда. Если есть идеи, куда можно это замешать, замесить, пишите в комментариях. Жирный лайк от меня обязательно. Все остальные продукты. Мазик, паштет и все, что у меня немножко осталось там. Зеленый чай я, конечно же, допью. Ой, опять что-то сыпется. Если чай невкусный, значит он полезный.